Вода в Забайкалье не отступает. Подтоплены почти 20 городов и поселков. Сегодня на севере Читы обрушился автомобильный мост. Рухнули два пролета и опора. Как будут восстанавливать, расскажет Юлия Шустрая. Он все-таки упал. Так читинцы говорят про мост, который с самого начала наводнения находился в аварийном состоянии. Вода подмыла опору и полотно провалилось. Но сотрудники дорожных служб до последнего момента надеялись, что подмытый участок удастся укрепить. Теперь же нужна полная реконструкция. Когда и на какие деньги будет восстанавливаться мост, пока об этом даже речи не идет. Сейчас главное дождаться, пока закончится наводнение и обследовать конструкцию. Ведь могло подмыть и другие опоры моста. Вместе с мостом рухнула и надежда на то, что в городе исчезнут пробки. Все машины, проезжавшие раньше здесь, теперь едут через город. На данный момент мы здесь обеспечиваем безопасность. Так как мост находится в аварийном состоянии, большегрузные автомобили мы отправляем на тему, частый, где возможно движение данных транспортных средств. Есть и другие проблемные места. На выезде из города перекрыта еще одна дорога – участок федеральной трассы Амур. Ее уже начали восстанавливать, но природа снова вмешалась. И предсказать, как будут дальше продвигаться работы, почти невозможно. Мы работы вчера начали по восстановлению и дали информацию, что в 15 часов местного времени, в понедельник, мы дадим проезд по данному участку без асфальтобетонного покрытия, в переходном типе покрытия. Но сегодня утром опять пошла вода. Уровень воды, можно сказать, играет во всех подтопленных районах. То падает, давая передышку, то снова поднимается. Это осложняет проведение работ. Только что возведенные насыпи рушатся, а засыпанные промойны образуются снова. Юлия Шустрый, Азат Татагонов, Артем Кузнецов, Дмитрий Денисов. Вести Забайкальский край.